Приветствую вас. То, что вы описываете, бывает, конечно, не у всех. То, что вы описываете, бывает у людей А. Не уверенным в себе. Б. Боящихся одиночества. В. Нереализованных в профессиональном и личностном смысле. А. И. Г. Нуждающихся в любви, в чувстве собственной значимости. То, что не удовлетворено в какой-то потребности. С ума вы не сошли, но, если так будет продолжаться, то, может быть, появятся признаки психического заболевания. А. То, что вы не можете забыть молодого человека, связанного с вашей потребностью в нём, что необходимо отличить от чувства. А. Как видите, вы пишете, что вы за ним следите. Как видите, вы пишете, что вы смотрите на него и так далее. Все это, опять же, именно ваши потребности. То есть, я делаю это, потому что хочу. А чего я хочу? Я хочу почувствовать. А. Дальше. Вы пишете официально. У меня были пары и виделись пару раз. Снакомились мне через социальную сеть. Это означает, Кристина, что вы, скорее всего, имеете некие проблемы в общении. Ну, потому что мы-то познакомились с социальной сети. Правда, может быть, тут какие-то другие обстоятельства. Все так хорошо шло, пишете вы, но что-то пошло не так, и я все испортил. Что именно пошло не так, что именно вы испортили. Честно говоря, на виде у нас общего будущего, так как мы были очень разные. Момент нашей последней встречи, момент нашей последней встречи, давай именно понять. А ничего, Кристина, что все люди разные, именно разные, в общем-то, и притягивают. Кроме того, возникает вопрос, кто дал вам право решать, что вы оба разные со двоих? То есть, вы одна решили за двоих? Не очень понятно. Он как-то тоже спокойно отреагировал и ушел с гордостью, как мне показалось. Мне скорее вы спроектировали, то есть вам, это вам показалось, что он ушел с гордостью, потому что вы чувствуете себя так, чувствуете, что он ушел с гордостью, потому что себя вы обесцениваете. С другой стороны, если вы виделись только пару раз, то это нормально, что он отреагировал так. Не успел привыкнуть к вам. В то время я поняла, что не могу без этого человека, я так к нему привыкла, что стало больно на душу. Что значит не могу без этого человека? Что значит не могу? Чего не хватает? Что потеряли? Я так к нему привыкла. Вот именно, привычка. Но привычка – это не любовь к человеку, это именно привычка, это именно потребность, это именно закрепление каких-то поведенческих паттернов, да, то есть каких-то действий, которые имели для вас какой-то эффект, какой, я очень сильно скучал по нему и скучаю, опять же, скука, это означает нуждаемость человека, это означает, что вы не можете себя занять, это означает, что вы сами не реализуетесь, что вы сами не раскрываетесь, то есть вы нуждаетесь в этом человеке, потому что он давал вам то, чего вам не хватает. Даже смешно признаться, прошел год, да нет, это нормально, все равно не могу забыть, сколько ни старался, стараться забыть нельзя, нужно раскрыть то, что стоит за вашей тягой к нему. Общелся с другими парнями, странно сравниваю всех с ним, ищи в других его черты, но это означает, что отношения вы не завершили, возможно, просто не завершенный гестант, это можно завершить, завершить. Слышит сключу за ним в социальных сетях, зачем? Сколько бы я себе ни говорил, стоп, не успокоюсь, пока не посмотрю его фото. Опять же, что значит не успокоиться? Как это происходит? То есть чего вы хотите, когда желаете посмотреть его фото? Что происходит, когда вы посмотрели на его фото? Это вообще нормально? Нет, это не нормально. Через месяц, после того, как мы перестали общаться, он удалился страницу, которой мы познакомились, начал связаться с другой. Ну, нормально, еще раз повторю, судя по всему, вы не так были близки, видели всего пару раз, как вы сами пишете, и официально не были пары. Я была удивлена, как, как, как быстро, а что удивительного, если вы не были пары, и видели всего пару раз? Ну, это как вам привыкнуть. Опять же, здесь вы сунете, исходя из своих ощущений, исходя из своих переживаний, а для него совсем все по-другому. Значит, статус, семейное положение, другой вид социальных сетей я поставил. Не очень понятно, что вы здесь пишете, но я понял примерно. Вот, это было как будто кипяток на мою голову. Почему? В чем? В чем? После этого я дала себе обещание, что ни разу не вырастинательно мы забудем. Нет, это не так работает. Наши мысли мы контролировать не можем, потому что они противованы нашими желаниями. То есть, вы не имеете представление о том, какие у вас желания, и свои желания удовлетворяют единственным верным и доступным, по вашему мнению, способом, не приводит вас к этой проблеме. Если выделить желание выработать иные способы их удовлетворения, я полагаю, что все будет хорошо. В частности, в пример, повыситься самооценку, да? Вот, принять себя. Как видите, прошел год, не могу, это нормально. Я сейчас знаю, что у него все хорошо с этой девочкой, это здорово. Даже у него это было еще не на дар. А почему? Почему дар, если вы его любите? Вы должны быть за него счастливы, если вы его любите, а получается нет. Значит, вам что-то нужно, значит, будет что-то лишает. Все еще не могу забыть. Почему? Потому что по ответности. Как будто проиграл в какой-то игре, потому что он счастлив, а я нет. Возможно, вы пытаетесь что-то доказать, но кому и что. Скорее всего, своим родителям. И тут опять же нужно разбираться, в какую игру вы играете, потому что соотношение это не игра, и в отношениях не бывает приза. Из этой ситуации я изменилась. Как? Что надо за другой? Какой? Начались проблемы с родителями? Какими? Какие проблемы начались? Даже по идее, если вы говорите о личной жизни, то вам, по идее, ну, не о личной жизни, а если вы говорите о том, что встречались с мужчинами, то вам уже, по идее, надо бы с родителями жить отдельно. Вот. Непонятно, почему вы живете вместе с родителями. Вот. Работать, как насчет работы, как насчет обучения. Вот. Не хочу никого видеть, ни с кем общаться. Ну, это инфантильность. То есть это безответственность по отношению к себе, к сожалению. Что со мной? Любовная зависимость. В чем дело? Сказал. Помогите советам. А, совет тут не поможет, Кристина. Тут нужно работать. Любовная зависимость связана с идеализацией объекта любви, то есть приписыванием тех качеств, которые вы хотели бы видеть из себя, и, соответственно, обесценивание и обезличивание вас саму. Но, с другой стороны, это отсутствие четких-четких жизненных ориентиров, отсутствие своих интересов, отсутствие принятия себя и гармонии с собой. Вот. Все это нужно корректировать, и только тогда вы сможете жить, как бы, ну, не думая об этом, или если думая, то это не будет у вас вызывать негатива. Отвергл я его по причинам того, что у нас разные социальные статусы у меня низкие, а какое это имеет значение для отношений, и откуда вы знаете, что это имеет значение. Хотя он не догадался. То есть вы скрывали от него. Почему, уважаемые эксперты, мне иногда кажется, что он тоже меня не забыл и следит за мной? Потому что вы хотите быть для него значимой и таким образом проистрируете свое желание на реальный мир. Открыленности. То есть, хочется мне что-то доказать. Это вряд ли. Или это какая? Или это паранойю? На паранойю нет. На паранойю это не похоже, скорее, на вечную мысль, которая, опять же, продиктована вашей неудовлетворенностью. Я вынесся от себя, это непринятие от себя, я не была в покое. Это непринятие от себя, непринятие нового опыта, стремление остаться той же. То есть, это неприятие развития, страх развития, страх движения вперед. Это тоже нужно корректировать. Как забыть? Невозможно забыть, можно изменить отношение к этому. Для этого, в первую очередь, нужно разобрать ваши семейные отношения, и уже после этого будет понятно, что с вами происходит, какие рекомендации вам нужно дать. Вот. Мне почему-то кажется, что у вас достаточно, такая, знаете, сильная мама. Вот. То есть, яркая мама, яркая материнская фигура, и достаточно такой слабый папа. Ну вот. Ну вот, вот так. Вот так. Как я понял, у вас не было парня. Что-то вы не встречали. Вот тут противоречие есть. То-то вы пишите, что... Я не могу забыть парня, хотя официально у меня были пары, только виделись пару раз. Опять же, это образ, образ, выброс, идеализировали образ. Потому что вам, ну, так было нужно. Вот. Значит, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 Поехали.